Приветствую вас, давайте мы разберем ваш вопрос. Мы познакомились с мужем, очень быстро стали вместе жить и родился сын. А потом он ушел из семьи, когда сына было 3 месяца. Вместе полтора года прожили. А здесь, в первую очередь, в рейде всего, нужно сказать, что вот эта стремительность, с которой ваши отношения развивались, да, и, соответственно, завершились, говорит о их определенной неглубине, поверхности, быстроте, неосознанности, не отдавания себе отчета в дом, где я сейчас нахожусь, с кем, что я хочу. То, что вы очень стали быстро вместе жить, говорить о том, что либо у вас были некие такие потребности, которые вы пытались закрыть, вот. Либо была страсть. И, конечно, страсть это хорошо. Это нормально, что, ну, сильные чувства появляются. Но момент в том, что со временем ведь страсть проходит, и если у людей не остается ничего общего, если люди не взращивают в себе уважение друг к другу, понимание друг друга, если люди не вырабатывают какие-то общие интересы, общие цели, да, вот, не выстраивают контакт, то, когда страсть проходит, в общем-то, отношения разрушаются. Поэтому я думаю, что тот факт, что вы никак, по сути, не комментируете то, что ваш муж ушел из семьи, да, говорит о том, что у вас нет какого-либо отношения к этому, к тому, что он ушел. А оно необходимо, чтобы у вас была своя позиция. И вы эту позицию могли бы выразить кому угодно, и в том числе своему сыну. Прошло 5 лет, муж никак не помогал с ребенком, но периодически звонил. Наконец-то он нашел женщину, с которой прожил 3 года. Потом и что-то у них произошло, их отношения зашли в тупик. Расстались они 3 месяца назад, и он объявился и стал мне названивать. Он предложил мне попробовать вновь строить отношения. Я согласился, так как хотелось, чтобы сыну, сын, которому сейчас 8 лет, наконец-то узнал своего отца. Мне кажется, что здесь вы перекладываете ответственность, потому что вы здесь преподносите все, ну, таким образом, что вы это делаете. Типа, для своего сына, но не для себя. Но это на самом деле не так. Это вытекает из того, что вы пишете дальше в конце, что вы сами испытываете некие сложности в построении отношений. Вот. Поэтому я думаю, что, опять же, проблема в том, что вы это делаете как бы для своего сына, хотя на самом деле вы это делаете для себя. И именно выделение вот этого мотива, мотива, что я это делаю для себя, что это нужно мне, да, и могло бы послужить фундаментом, опять же, для того, чтобы донести его сыну. Вот. Дальше. Муж сказал, что для начала мы просто повстречаемся жить, пока он с нами не хочет, пока он хотел быть папой выходного дня. Опять же, такое поведение человека, помимо того, что нуждается в вашем отношении, да, то есть, как бы, ну, я понимаю, прозвучит это не очень хорошо, особенно с точки зрения психологии, но здесь это будет, наверное, уместно. Нуждаются ваши оценки. Но здесь слово оценка рассматривается не как, с точки зрения того, что плохо или хорошо, а с точки зрения того, что вот у мужчины есть определенная позиция, да, определенные желания и то, как ему видится построение отношений. И вам такая же позиция нужна в ответ. Ваши отношения, ваше видение, ваша реакция на это, интерпретация такого решения мужчины, потому что оно, ну, не то, чтобы специфическое, да, но я думаю, вы не будете отрицать, что подходит далеко не всем. Дальше. Так, таким образом, он повстречался с нами месяц, много планов настроили, обещание, что он никуда больше не уйдет. Ну, в общем-то, здесь как будто бы история повторяется. То есть, опять же, как-то быстро, стремительно, настраиваться на каком-то вот подъеме, вот, без особого осознавания, без особого понимания, что, куда, к чему, с кем и так далее. Кроме этого, я должен сказать, что как будто бы между вами и вашим сыном отсутствуют личные границы, вы говорите, с нами, никаких нас нет. есть вы и есть ваш сын. Вы два разных человека. И, соответственно, мужчина выстраивает отношения отдельно с вами и отдельно с ребенком. Но не с вами обоими, никак. Так что, здесь вам необходимо также отделять себя от своего ребенка. Если это сложно, индивидуальная работа вам поможет это сделать. Дальше. Обещание, что он никуда больше не уйдет. Это вот самое, наверное, такое интересное. потому что парадоксальность заключается в том, что давая такие обещания, люди чаще всего именно о том и думают, что уйти, только они легализуют это, не разрешают себе это. и факт того, что какие-то чувства выражаются в обещаниях чего-то не делать, на мой взгляд, является сам по себе несколько странным. И очень грустно то, что вы не обратили на это, судя по всему, своего внимания. Дальше. Через два дня, после того, как мы в очередной раз погуляли, он проснулся, послели свои дамы, сообщил мне об этом по телефону, меня как будто ударили. Что теперь делать с сыном? Вот опять же, здесь как будто бы нет вас. Понимаете, я думаю, что уже здесь я мог бы закончить свой ответ и, в принципе, перестать читать ваш текст, потому что на мой взгляд, ну, ситуация мне как будто бы ясна, ну, в целом. Видите ли, очень сложно, на мой взгляд, объяснить, ну, что-то, кому-то, если у вас нет как будто бы своей собственной позиции, понимаете, в чем дело? то есть, вы говорите, меня ударило ток. Ну, это, в общем-то, понятно, потому что вы этого не ожидали, вот, значит, ну, вам было неприятно, это, больно, и, соответственно, ну, понятно, понятно, совершенно понятно, вот, что это неприятный опыт, но этот неприятный опыт переживаете вы, а не ваш сын. к этому неприятному опыту отношение у вас какое-то, а не у сына. И, соответственно, вам, если вы, ну, как-то вот допустим, если вы считаете, что сыну нужно что-то объяснить, то вам нужно это делать, исходя из своих оценок ситуации, что невозможно, сейчас, потому что вы в первую очередь думаете о сыне, что с ним делать. Таким образом, сложность вашей ситуации заключается именно в том, что вы как бы подменяете свои желания и свои мотивы желаниями и мотивами сына, при том, что нет никаких подтверждений того, что вы спрашивали у своего ребенка, чего ему вообще нужно. То есть, он-то сам чего хочет. Вот. почему вы решили, что ему так, например, необходимо пообщаться, поговорить, повзаимодействовать вот сам отцом. Может быть, вы и правы. Точнее, это действительно имеет смысл. Ребенку нужна отцовская фигура, да, тем более, речь идет о мальчике. Это все правильно. Но у вас это как-то выглядит так, что решаете все вы сами, вот, оправдывая в данном случае свои действия именно тем, что так лучше для значит сына. Вот. Понимаете, в чем проблема? Чтобы что-то человеку объяснить, чтобы что-то человеку объяснить, нужно чтобы было что объяснять. Нужно чтобы было что выражать. А чтобы было что выражать, ну, логично предположить, что для этого нужна В общем-то, позиция, вот, для этого нужна ваша позиция, а ее нет, вашей собственной позиции, как будто бы, понимаете, какая проблема здесь. Соответственно, соответственно, что я думаю? Я думаю, что задачей, задачей психолога здесь было бы именно помощь вам, помощь вам в том, чтобы свою позицию как раз таки выработать, вот, это было бы, в общем-то, тем, что мы могли бы для вас сделать, как, ну, как психологи, да, вот. На мой взгляд, это было бы самым, ну, самым таким оптимальным вариантом, вот, для того, чтобы, с одной стороны, как-то вам, допустим, ну, не навязывать, да, значит, свою, ну, какую-то свою позицию, чтобы вам не навязывать, с одной стороны. И, с другой стороны, чтобы вы могли сами, вот, как-то, найти наилучший вариант, ну, вот, в сложившихся обстоятельствах, да, в сложившихся условиях и так далее, вот. При этом, при этом, ну, вот, как мне еще видится, принимая, как-то во внимание тот факт, вот, что вам может быть, ну, больно, вам может быть неприятно, да, вы можете быть травмированы, вот, ну, этой ситуации, и это нормально, нормально. И, в общем-то, ну, может быть, прежде чем объяснять что-то, вот, своему сыну, да, вот, может быть, имело бы смысл сначала объяснить, ну, объяснить что-то себе, понимаете, то есть, то есть, ну, просто сначала самой собой вам, да, как-то определиться, вот, что вообще происходит, и как я вообще к этому отношусь, тогда будет легче, конечно, вам донести и до своего сына то, что, ну, происходит, вот, вам будет просто легче это сделать. А сейчас вам, ну, совершенно, совершенно понятно, почему тяжело. Дальше. Он за месяц не привык, отец теперь знает его номер телефона, теперь бывший может говорить, что хочет общаться с сыном и хочет познакомить его со своей женщиной, возможно, в будущем с женой. Я не знаю, как объяснить теперь это маленькому сыну. Вот. Для этого нужна ваша позиция. Поэтому. Который увидел такую картину, вернулся к бывшему еще, он с ним только познакомился, провели месяц вместе, а потом папа решил вернуться к бывшему и теперь хочет забирать сына туда. Вот. Ну, я не думаю, что в этом есть что-то такое вот прям-таки уж критичное. Вот. А тут очень многое, очень многое зависит от того, как сами взрослые к этому относятся. Вот. Если взрослые относятся к этому нормально, вот если взрослые сами не видят в этом ничего такого, то и ребенок, в принципе, точно будет относиться к этому спокойно. Вот. И напротив, если взрослые как-то вот относятся к этому, ну, как-то вот, как к проблеме какой-то, вот, то и ребенок тоже будет, ну, относиться к этому так же. Вот. Потому что ребенок в этом смысле просто копирует, значит, отношения родителей. Вот. Вот. Хотите, ну, хотите вы этого или нет. Вот. И, соответственно, опять же, в этом смысле здесь как будто бы все упирается именно вот в то, что вам нужна ваша собственная позиция по этому вопросу. Вот. Вот. А ее нет. И вот, ну, как бы, она пока что у вас не сформулирована. Вот. И отсюда, в общем, в общем, отсюда ваши трудности. Вот. Дальше. Так. За пять лет я пыталась построить отношения с другим человеком, но не вышло, потому что все эти пять лет я ждала бывшего мужа, хотя не признавалась себе в этом. Смотрите. Я вас здесь понимаю. Я понимаю. Понимаю, что вы, значит, ждали бывшего мужа все это время. Вопрос здесь заключается в том, как это все стало возможным, да? Каким образом все это стало возможным, а именно расставание с мужчиной, значит, в какой-то общине ваше с ним. Ваши надежды на то, что он вернется с ожидания, да? И так далее. Вот каким образом все это стало возможным, это абсолютно непонятно. Вот. И все это нужно будет выяснить. Вот. Все это нужно будет выяснить. Все это нужно будет преследовать. И тогда, когда это все будет преследовано, вот, вы сможете объяснить своему сыну что-то из этого. Что-то, что посчитаете нужным. А что-то, конечно, имеет смысл оставить, в общем-то, на усмотрение как бы бывшего мужа. Вот. Потому что, как вам совершенно правильно сказал мой коллега, вот, бывший муж тоже что-то должен объяснить своему ребенку. А самым лучшим вариантом было бы, если бы вы оба это сделали. То есть лучше всего было бы, если бы вы оба вдвоем объяснили бы своему сыну, что в общем и целом, да, произошло. Чтобы мы были в этом смысле как бы солидарны. Вот. И эта солидарность, она лучше всего бы сказалась бы на том, как ребенок мог бы к этому отнестись, да. И, ну, прошить, пережить для себя этот вот такой непростой, скажем так, период. Вот. Вот. Потому что, ну, когда родители это делают вместе, да, то есть когда ребенок видит некую солидарность, вот. то, вот, это куда более спокойно, да, значит, проживается малышом, ну, ваш ребенок уже не малыш, ему 8 лет. Мне кажется, что в этом смысле вы его немножко недооцениваете, недооцениваете его какую-то вот способность, значит, ну, работать с информацией. Вот. А дальше. Конечно. Теперь точно знаю, что у нас же к ним отношениях точки, иллюзии больше нет, ну, как объяснить сыну это все. Сейчас по прочтению вашего текста, я думаю, я думаю, совершенно однозначно, что вы, вы смешиваете. Вы смешиваете то, что происходит с вами, то есть то, чего хотите вы, например, и то, что вы хотите для своего сына. Я не думаю, что это хорошая история и идея для вас. Я думаю, что, к моему большому сожалению, скорее всего, вы этим только вредите. Вредите себе и вредите своему сыну. Поэтому, как можно, как можно скорее отделяйте себя от сына. Вашему сыну уже 8 лет, он уже вполне себе самостоятельный и подобное вот ваше с ним влияние очевидное для меня, на мой взгляд, вот. Ни к чему хорошему не приведет. Вот. И разрыв этого слияния сделает свободный нас. Как, как, в общем-то, ну, как принятие решений, вот, каких-то, каких-то, принятие каких-то решений. Вот. Так и вашего сына, вот, точно так же сделает более свободным, свободным. Так же, так же, вот, в своих каких-то, каких-то реакциях, да, и в своих, ну, каких-то поведенческих моделях. Вот. Вот, пожалуй, то, что мне бы хотелось вам вот конкретно сейчас сказать с точки, ну, с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Конечно, вся эта ситуация неприятная, вся эта ситуация совершенно, ну, совершенно нелегкая для вас и для вашего ребенка, это совершенно очевидно, но что поделать. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго, удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!